Привет! Вещает Дусхим Хабберпром. Сегодня мы начнём серию интересных опытов. Опытов с золотом. Сейчас мы будем получать тетрахлорауратовую кислоту. Это вещество является самым распространённым соединением золота. Для этого нам потребуется приготовить царскую водку. Царской водкой называют смесь концентрированных азотной и соляной кислоты. В пропорции 1 к 3. Приготовим 20 мл этой смеси. Соответственно потребуется 5 мл азотной и 15 мл соляной кислоты. Отмерим 5 мл азотной кислоты. Чуть побольше. И 15 мл соляной кислоты. А теперь готовим смесь. Для этого приливаем азотную кислоту к соляной. При взаимодействии концентрированных азотных и соляных кислот образуется сложная смесь в высокоактивных продуктах. В том числе и ассоциатов и свободных радикалов. Наличие среди продуктов взаимодействия хлорида нитрозила и атомарного хлора. В сильно кислой среде делает царскую водку одним из сильнейших окислителей. Такую смесь готовят непосредственно перед её применением. При хранении она разлагается с образованием газообразных продуктов. Именно выделение диоксида азота придаёт царской водке окраску и теряет окислительные свойства. Для хлорирования золота собрана следующая установка. Обратная делительная воронка соединяется с насадкой кляйзена и соединяется с нашим сосудом, в котором находится золото. Через делительную воронку мы будем подавать кислоту к золоту. Для улавливания паров кислоты оксидов азота к нашей колбе через насадку кляйзена подсоединён сосуд с раствором гидроксида натрия, который будет улавливать эти пары. Всё готово. Теперь наливаем нашу царскую водку через делительную воронку. Так, начнём добавлять нашу царскую водку по капелькам к золоту. Азотная кислота уже окислила соляную кислоту. Соответственно, у нас уже имеется два вещества, которые способны растворить золото. Это хлорид нитрозилы и атомарный хлор. Механизм реакции очень сложен. Предположительно, хлорид нитрозила реагирует золотом с образованием хлорида золота-1. А свободный хлор участвует в следующей окислительно-восстановительной реакции с образованием хлорида золота-3. Хлорид золота немедленно присоединяет ещё одну молекулу соляной кислоты, образуя так называемую тетрахлор-золотую кислоту. Как видите, золото активно растворяется в смеси кислот. Для ускорения реакции будем подогревать наш раствор, но подогревать очень аккуратно. Дело в том, что нельзя допускать локального перегрева раствора, ведущего к разложению нашей золотой кислоты и выделению уже обратно металлического золота. Также для удаления избытка азотной кислоты мы будем несколько раз упаривать раствор до минимального объёма, но без кристаллизации, добавляя в конце каждого упаривания небольшой объём концентрированной соляной кислоты. Такую процедуру повторяем до полного исчезновения бурых паров окислов азота. Для удаления избытка уже соляной кислоты также проводим несколько упариваний, добавляя воду. И полученный раствор уже разбавляем до требуемой концентрации нашей золотой кислоты. А наш раствор начинает уже закипать. Приливаем порцию соляной кислоты, небольшую, и продолжаем нагрев. Многие из вас спросят, почему раствор зелёный? Ведь соединения золота должны иметь жёлтый или оранжевый цвет. Дело в том, что я использовал намытое золото с примесями серебра и меди. Поэтому наш раствор темнозелёный, грязный. Далее нам придётся чистить раствор от меди. Ведь в избытке соляной кислоты серебро переходит в нерастворимую форму хлорида серебра. Таким методом, кстати, можно разделять различные металлы от золота. Подробности о разделении и выделении золота и вообще платиновых металлов смотри в нашей группе ДУСТ ХИМ ХАБР ПРОМ. Ссылка находится под видео в описании. Белые крупинки – это как раз скоагулировавшиеся частички хлорида серебра. Итак, наш раствор концентрата золота готов. Теперь мы должны его отфильтровать. Выделение оксида азота прекратилось, поэтому мы можем приступить к следующей стадии. Ну и завершающая стадия. Теперь приготовленный нами раствор мы отфильтруем на керамическом фильтре. И отделим те частички хлорида серебра. В результате нашего раствора мы делаем на керамическом фильтре. В нашей реакции мы получаем приблизительно 30 мл нашего раствора золота, который нам предстоит очистить от ионов меди и прочих примесей. Всю необходимую информацию об этом вы можете найти в нашей группе. Там есть целые методики в электронном виде. В дальнейших видео мы продолжим очистку. Благодарю вас за внимание. С вами был Дустхим Хабр Пром и золото. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok